Жили когда-то муж с женой. Ни мужу жена не была по сердцу, ни жене муж. Муж обзывал жену дурой, а та его дураком. И они вечно ссорились. Как-то муж закупил на рынке несколько пудов масла и рису, взвалил их на носильщика и приволок к дому. Жена вышла из себя. А ты сердишься, когда тебя дураком обзываю? Куда нам столько масла и рису? Паменьки по родителям или свадьбу сына справлять, что ли? Не понимаю. О каких таких паменьках? Я о какой свадьбе, ты говоришь? Возьми и припрячь. Это для парики Дана куплено. Жена притихла и спрятала покупку. Уж немало времени прошло. Жена ждет, не дождется. А парики Дана все нет. И вот однажды сидит она у порога и видит. Кто-то торопливо идет по улице. Прикрив ладонью глаза, от солнца женщина закричала. «Братец! А братец! А ну-ка погоди!» Прохожий остановился. «Нет или багликин дан, братец?» Прохожий, смекнув, что у женщины не все думает, говорит про себя. «Совру, да погляжу, что из этого выйдет?» «А, сестрица, я, парикин дан, что скажешь?» «А то, что мы не нанимались хранить твой рис до масла. Не довольна ли? И как тебе не стыдно? Чего не идешь за своим добром?» «Что же ты сердишься, сестрица? За ним-то я и пришел. Искал, искал ваш дом. Все никак не найду. Но там верит в свое добро. Прохожий входит, забирает масло и рис. И каблуками к дому, лицом к деревне. Поминай, как звали. Возвращается муж домой. А жена ему. «Да, был у меня твой парикин дан. Я швырнула ему ту штуку и унес. Какой парикин дан? Какая такая штука?» Промасла рис толкую. Вижу, идет какой-то. Наш дом ищет. Зазвала я его, пробрала как следует, взвалила ему на плечи его добро, взял он и унес. «Чтоб тебе, дуре, пусто было. Одно слово. Дуреха!» «В какую сторону он пошел?» «А он туда!» Муж скачал на коня и помчался за барикин даном. Тот обернулся и видит. Догоняет его верховой. Сразу смекнул, что это должно быть муж дурехи. «Добрый день, братец!» Сказал садник, поравнявшись с барикин даном. «Доброго здоровья!» «Не повстречался ли тебе человек?» «Повстречался». «Что он нес за плечами?» «Масло и рис. Вот-вот, его-то мне и надо. А давно ли ты его встретил?» «Да уж, порядочно. Если я поскачу за ним, успею догнать?» «Где догнать?» «Ты верхом, а он пешком. Покуда конь твой шагнет четыре раза, раз, два, три, четыре, он на своих двоих, раз-два, раз-два и дома. Как же мне быть теперь? Хочешь, оставь мне коня, а сам беги за ним, а вось догонишь». «Да, пожалуй, так будет лучше». Слезает дурехи муж с коня, отдает его путнику и запускается бегом. Тупо рекордан навеющил на коня масло и рис, свернул с дороги и поехал стороной. Бегал-бегал муж дурехи, не нашел никого. Вернулся и видит ни прохожего, ни коня. Приходит домой и началась у них с женой новая ссора. Муж грызет жену за масло и рис, а та его за коня. Так до сих пор они еще грызутся. Муж чистит жену дурехой. Жена его дураком, а барыгант слушает, да хохочет.